Гости нашего города и района, разрешите от лица правительства Ленинградской области и от лично от губернатора Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича поздравить вас с нашей, будем говорить уже традицией, которая зародилась много лет и проходит каждый год 1 февраля. Мы знаем, в августе 41-го года Ленинградский район и город Ленинград были захвачены оккупантами. Мы знаем, наши матеря, наши жены тоже смело отдают детей в армию, потому что это стало снова почетно, это стало достойно. Поэтому еще раз низкий поклон ветеранам, вечная память погибшим и дай бог, чтобы на нашей территории больше никогда в жизни не было такой беды. Дорогие граждане города Кенгисепа и Кенгисепского района, Кенгисепская молодежь, сегодня мы с вами действительно празднуем свой день рождения, день освобождения нашей малой родины. Это наша победа 1 февраля. И, конечно, самое главное – это память. Память о тех боях, о тех событиях, которые были в эти грозные годы войны. И хочется выразить слова благодарности общественным организациям, поисковым отрядам, которые каждый год находят новых и новых бойцов. А вы ведь знаете, ведь говорят так, война не заканчивается, пока не похоронен последний солдат. И здесь надо сказать слова признательности и благодарности, в первую очередь, администрации Кенгисепского района и главе Викторе Ильичу Гешили, который действительно поддерживает все эти начинания. И мы всегда видим, что администрация вносит предложения в бюджет города для того, чтобы решать эти вопросы. Дорогие друзья, это действительно наш самый светлый праздник, праздник освобождения нашего города. Позвольте мне от себя лично, от моих коллег, от депутатов города Кенгисеппо и Кенгисепского района поздравить с этим днем. И я уверен, что та молодежь, которая живет в нашем городе, она продолжит наши традиции. Дорогие дети, наша молодежь, уважаемые кенгисепцы, сегодня 1 февраля, на самом деле у нас великий праздник, но в этот праздник мы в первую очередь вспоминаем всех тех, кто воевал на этой земле, кто освобождал ее от фашизма. И, конечно, главная наша задача – нести в себе этот вечный огонь, чтобы он каждый день горел у нас в душе, и мы с памятью, с уважением относились ко всем, кто отдал жизнь в этой войне. Жить в это мирное время, созидать, творить, развивать нашу территорию. И мы это делаем, и у нас это получается. Я от души хочу сказать, что сегодня, выйдя сюда, к микрофону, я увидел, вот, на самом деле, уважаемые кенгисепцы, нас становится все больше и больше, извините, что я повторюсь. И это есть результат нашей каждодневной работы. Спасибо вам всем, что вы сегодня сюда пришли. Вечная память героям, отдавшим жизнь, солдатам, офицерам, труженикам тыла, многим, кто ковал эту победу, ковал, не щадя своего живота, не думая о благах каких-то, а просто защищал свою родину. Вечная память. Спасибо всем, кто освобождал кенгисепцы. Действительно, стал уже хорошей традицией приходить сюда в этот день и вспоминать о тех героических событиях, которые происходили на нашей земле 1 февраля 44-го года. Вы знаете, я повторюсь опять же, но кенгисеп был оккупирован с первого же месяца войны, 14 августа 41-го года сюда вошли оккупанты. Невероятными разрушениями, трагедии оккупации и гибели людей вошлась война для кенгисепа и кенгисепского района. Это страшная трагедия. Вот по официальным статистическим данным, за освобождение кенгисепа погибло чуть более 9 тысяч человек, но это статистические данные. А ведь каждый год из земли силами поисковиков мы достаём останки известных и неизвестных бойцов и передаём их земле. Сегодня святой день для каждого кенгисепца. Сегодня практически город родился второй раз после того, как был освобождён от долгих лет под фашистским игом. Много полегло освободителей, много полегло партизан. Вы знаете, что очень сильно было партизанское движение. Многое сделано и тружениками тыла, трудящимися для восстановления нашего родного, любимого города. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok